это всегда интересно это всегда смотрибельно это всегда вызывает и такой знаете ой большой интерес тем более что последняя игра перед ангарском которая состоялась о какой опасный момент уже был уворот динамо которая прошла в новокузнецке завершилась поражением динамо и конечно же теперь достаточно мотивированными они приехали в этот небольшой но очень хоккейный сибирский городок чтобы все-таки свое притязание на лидерство попытаться доказать чтобы никто уже не смело оспорить ну а ермаку после поражения от еще одной питерской команды два дня назад от сканева очень хочется реабилитировать себя в глазах своих родных болельщиков ну и конечно же очень хочется сыграть нормальный хороший техничный агрессивный хоккей представлю вам составы играющих сегодня команды дорогие друзья наши гости к хоккей динамо санкт-петербург форма традиционная у любого динамовского коллектива вот сейчас момент бросок силанька и бросал из правого из левого для сомонового угла в круга вбрасывания прошу прощения но такой знаете проверочный бросок в большей степени и себя проверить и прицелу клюшки ну и конечно же такие броски для вратарей они висит сказать в хорошем тонусе взял посмотрел себя проверил и так александр самонов вратарь который в этом чемпионате 8 матчей отстоял на 0 стартовая пятерка динамо согласно заявочного листа в защите играют михаил орлов номер 74 дмитрий молодцов номер 15 в нападении николай чебыкин номер 26 виталий карамнов номер 12 капитан команды и константин кузнецов номер 13 а вторая пятерка нападения антон горбачев номер 77 артем ничаев номер 17 и вячеслав шевченко номер 71 в обороне играет никита пухов номер 94 станислав кондратьев номер 89 третье звено питерского динамо нападающий антон берлев номер 32 андрей берюков номер 81 и александр шевченко номер 99 ну как кажется галеодор и лучший бомбардир команды на сегодняшний день александр шевченко кстати идет вторым в общем списке бомбардиров после сеть дикого и в обороне играет семен ручкин номер 57 и илья назаревич номер 21 четвертое звено это владимир барабанов номер 23 иван яценко номер 40 александр панков номер 62 линии атаки и кирилл кремзер номер 90 и артем караваев номер 16 это линия защиты главный лидер команды леонид григорьевич тамбеев что же касается ангарского эрмака то по сравнению с прошлым матчем который позавчера состоялся изменения только одно составе вместо или ефедина играет в общем-то выздоровевший уже максим юшков который как говорится вернулся без свою букву к капитана команды так в воротах александр хомутов номер 30 стартовая пятерка алексей яковлев номер 61 виталий коньков номер 10 никита коротков номер 96 нападающие и защитники денис манин номер 5 павел флеченков номер 16 второе звено наконец-то вернулись в эту связку алексей закорлюкин номер 14 сергей пайор номер 55 артем севанькаев номер 19 эта атака ну и конечно в обороне это кирилл гавриловичев номер 21 и никита воронин номер 90 третья пятерка как ее выставил тренерский тандем ангарской команды илья карлин номер 93 артем воробьев номер 98 дмитрий михайлов номер 95 ну и подкрепляет им тылы пара защитников павел володин номер 7 и алексей шмаметев номер 45 и четвертое звено артем дубинин номер 32 максим усков номер 66 а тимур шингареев номер 25 вот седьмой защитник яков селезнев номер 37 и вот 13 нападающий максим юшков капитан команды номер 91 ну судя потому что как бы не может быть не совсем еще здоров но с другой стороны кому-то надо ведь играть что же касается так сказать тех суровых дяденек которые сегодня будут вершить вердикт на льду ангарского дворца спорта главные судьи на сегодняшний день у нас в нашем матче это иван шмаков и виктор цицаров помогают им линейные арбитры это тарас насулька и максим куприянов инспектор матча александр черенков со всеми формальностями мы закончили в общем то вот пожалуй самый опасный момент на первых секундах было воротов ворот самонова ну а дальше пока я перечислял составы команд такого что-то очень экстра динамного не происходило вот еще одна атака на ворота динамо за воротами там такой небольшой оживляж но кремзер шайбу подобрал контролирует шайбу кирилл передача напанкова и и первое удавление у нас в этом матче сегодня четыре минуты отыграли команды и артем сиванькаев пошел переводить дух не весь это хорошо конечно самом начале ну как говорится что делать да вот запасную игру высоко под этой клюшкой нужно сказать что динамо лидер как сказать по всем статьям и по количеству забитых шайб и по количеству набранных очков по количеству побед и вот сегодня на лед вышли три хоккеистов будут выходить это лучше как я уже говорил бомбардир команды александр шевченко а также еще два нападающих виталий карамнов и андрей бирюков вот шевченко я вторым в списке бомбардиров и лиги а виталий карамнов и андрей бирюков вернее наоборот андрей бирюков на пятом месте виталий карамнов на шестом так что то в каждом звене есть ударная сила любой нападающий может преподнести сюрприз забить так сказать взять игру на себя ну ангарским болельщикам представлять не нужно виталий карамнов хорошо знают манеру игры этого нападающего достаточно много теплых слов о нем можно сказать ну и конечно же сами фанаты ермака помнят насколько настойчив в реализации всех своих мыслей и желаний на льду был этот хоккеист играя за ермак кстати я вот вижу еще одну знакомую фамилию артем караваев защитник но номер 16 кстати у него а по-моему он играл в ермаке под номером 32 так сказать магия цифр магия чисел но пока ситуация так сказать не острая в средней зоне вбрасывания ручкин с назаревичем и ну естественно тройка шевченко берегов берлев у динамо очень хороший такой момент очень быстро обыграли быстро зашли но чуть 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 так сказать задержались тут при передаче шайбы питерцы и поэтому ангарчане тут очень быстро среагировали на эту ситуацию и и вторая попытка войти в зону у динамо тоже окончилось ничем но вот сейчас через центр только если попытаться это кузнецов хотел блеснуть индивидуальное мастерство карамнов с шайбой помогает там панков подчищает за воротами тут же сразу же в борьбу окунулся и яценко ну вот здесь выбросили шайбу ангарчане ну и практически уже сейчас выйдет на лед севанькаев ну а это уже проброс в прошлом году впервые как говорится команда динамо дебютировала в высшей лиге в прошлом сезоне вот и две встречи с ангарчанами тогда дивидендов нынешнему лидеру не принесли ермак дома победил со счетом 2-1 в овертайме в октябре месяце а на выезд 20 января уже этого года победа достала со счетом 3-1 ангарскому коллективу ну в этом сезоне питерцы взяли реванш и так достаточно хорошо пощипали ангарчан у себя дома победив со счетом 4-1 ну вот пожалуй все вся история встречами с командами динамо в плей-оффе прошлого сезона в 1-8 победила торос и в такой знаете в драматичной борьбе и в семиматчевой серии уступила Усть-Каменогорскому торпедо но сейчас другие времена другие пропозиции другая игра и другое динамо нужно сказать совершенно непохожие на то каким оно было в прошлом году и очень еще нужно отметить что костяк так сохранился и это именно те мальчишки 96 97 95 года которые в свое время неплохо играли и в молодежной хоккейной лиге ох бросок хороший но Хомутов тут вовремя среагировал борьба у борта в зоне Ермака попытка вернуть шайбу туда к центру обострить ситуацию на пятачке Кузнецов там с неудобной лопатой там так пытался сбросить да получилось все передачи туда на пятак чтоб поработали нападающие рослые защитники продолжает контролировать динамо шайбу в зоне ангарского ангарского Ермака и и пока еще ничего хозяева с ними не могут сделать быстрые рослые рукастые мощные игроки карлин ну вот получилось все таки среднюю зону шайбу доставить но сходу тут же сразу Панков ее забирает и возвращает обратно Ванину приходится поучаствовать в этом и вот отскакивает шайбу в среди шайбу Дубинин столкнулись тут опять силовая борьба на каждом сантиметре я смотрю Усков шайбу подхватил отдал ее защитникам такой знаете глоток свежего воздуха чтобы дать возможность поменять смену Коротков Коньков Яковлев на льду у ангарчан Нечаевское звено у Динамо Ну кто тут таково возле борта перетолкает тоже своего рода единоборство Меняются только точки вдоль бортов а как говорится сама борьба менее жарко от этого не становится Суетливо немного играют защитники ангарские поэтому не выходит шайба из зоны но вот сейчас Володин тут применил силовой прием правда и сам немного пострадал но зато есть возможность поменяться а Кузнецов устроился скорость набирает ах друг другу помешали они тут в средней зоне питерские питерские игроки уже вот доставили шайбу туда поближе к воротам Самонова но сумел тут совладать с Иванкаевым и за Корлюкиным Чебыкин помог ему и Ручкин с Карамновым и теперь еще нашим игрокам не хватало такой же сюрприз только в собственной зоне сделать отдать шайбу на крюк соперника продолжает придавливать придавливать в зоне Ермаковской хозяев динамовцы такой знаете игровой прессинг ну видно что более техничнее с шайбой обращаются соперники Ермака больше им так сказать игрового времени достается для этого неудачная попытка бросить через защитников или Карлина вот и Караваев с Михайловым вступили в борьбу в борьбу чуть больше 12 минут в первом периоде команда отыграли 0-0 она такая знаете многообещающая игра до первой ошибки до первой ошибки посмотрим кто ошибется первый Лиценко и Усков просто и может быть он успеет Володин первым к этой шайбе нет в борьбе пришлось там бороться и сразу же сайба была передавалась сразу сходу вот здесь Рослый Дубинин поборолся в средней зоне и сумел сумел остроту этого момента нивелировать есть возможность коррективы по ходу матча внести сразу же в игровой потенциал каждого каждого клуба то что делают и Тамбиев и Аскаров ну вот те несколько драгоценных секунд для небольшого отдыха истекли ну и Нечаев и Коньков начнут сейчас с центра поля достается шайба Ручкину сразу ее отправляет по назначению дальше в большей все-таки степени приходится отбивать атаки Динамо ангарским игрокам подхватил шайбу сразу же пошел вперед Назаревич но вернулся обратно длинная передача через среднюю зону и удаление теперь уже со стороны Динамо грубовато там сыграли против с комментаторского места не совсем видно а против Сергея Пайора вот сейчас лицом повернулся Сергей видно зацепили его и тоже за опасную игру высоко поднятой клюшкой Николай Чебыкин Николай Чебыкин посидит две минуты для ангарчан особенно для болельщиков хочется чтобы это время было гораздо меньше но для этого надо очень много хороших сил приложить игрокам пока тройка Пайора на льду смотрю Караваев с Кремзером играют в защите и Бирюков и Шевченко помогают им игроки вот такая четверка на льду у Динамо не торопятся пока хоккеисты Ермака бросать по воротам пытаются так сказать доверного отыграть попадает в Караваева Сиванькаев Воронина на Гавриловичева хорошо тут ну потеряли шайбу затянули как говорится паузу и все это конечно не на пользу атакующим действием Ермака пошло сейчас вообще слепая передача уехал из той зоны в недоумении стоит Карлин передачу дел именно туда где и стоял Илья тут почему-то переместился и придется теперь уже в собственной зоне а это все драгоценные секунды еще одна попытка но очень хорошо так поставили защиту такую гарду выражаясь языком керлинга на синей линии хоккеиста Динамо ну вот зашли Юшков передает Михаил Карлин нет такое было как бы желание набросить Воробьеву но не получился этот технический эпизод элемент с передачей но Карлин Шайбу так и не отдал продолжает ее контролировать передача борьба Михайлов они там с Молодцовым вдвоем Панков скорость набрал через центр бросок и куда-то туда далеко и в сетку защитную не торопят я смотрю и игроки поскольку еще один вынужденный перерыв сделали смену стоят возле бортов Горбачев Нечаев Ручкин Панков и Ценка вот в таком стане сейчас Динамо на льду находится 3 минуты 3 минуты 30 секунд еще и играть в первом периоде командов ну вот проверили друг друга при игре как чувствуют соперник себе в меньшинстве не удалось ни Динамо ни Ермаку таких убедительных доводов при игре в большинстве показать с оппонентом поэтому поэтому может быть сейчас при игре в равных составах что-то мы увидим такое весьма завораживающее бросок не в цель как говорится пошла шайба но продолжает она оставаться вот сейчас перехватили ее ангарчане сразу же диагональный пас на противоположный фланг попытка обострить игру Короткова но не получилось Горбачев там все четко сделал отобрал шайбу и теперь она стала добычей игроков Динамо правда и они немного сплоховали при входе в зону Ермака Кремзер все что смог сделать Кирилл это зайти в зону только и бросить туда шайбу к борту за оборотами на пятачке тут сразу резко быстро и мощный бросок среагировал Хомутов ситуация секунду прям меняется и нужно быть всегда готовым к такие ситуации а не всегда не всегда На стороже находятся игроки Ермака С клюшки прямо у Пайора Сняли эту шайбу И сразу же контратака Один сам Берлев пошел Да тут Не на секунду нельзя Не то чтобы расслабиться Контроль на ситуации потерять Потому что сход уже идет силовая борьба Михаевов Передача на противоположный фланг Карлин До собой двоих аж повел Чебыкина и Молодцова Но Пустой осталась зона здесь Через нее Начинает атаку Динамо Бросок Хомутов на месте Не дошла шайба до Карлина Питер в очередной раз Попытался Но Удается Удается И бросает И контролирует шайбу в гости И никак она из зоны не уходит Но забирает наконец-то ее Александр Хомутов Эту шайбу Злополучную Только же ей можно метаться С клюшки на клюшку И Никак не выходить из зоны Ну хоть теперь по сбрасываниям Может быть как-то так попытаются Сейчас Хоккеисты Ермака Сбросить от морок Последних секунд Первого периода Не в меньшинстве же играют Играют 5 на 5 Но вот посмотрите как Четко шайбу контролирует соперник И постоянно он Так сказать Воздействует на нее И никак не могут отобрать эту шайбу Хоккеисты Ермака А то что успевает подхватывать Развитие не получает дальнейшего Сейчас Яковлев шайбой Да в большей даже степени не шайбой Кладет его Караваев таким Броском на спину Из-за Арсенала Вольной борьбы Ну что ж Первый период заканчивается Заканчивается он с унылыми нулями на табло Но с интересной игрой Поэтому отдыхаем Делимся впечатлениями Дорогие друзья Обсуждаем темы Ну и ждем второго периода На массовой отходе Каток будет работать Для любителей активного образа жизни С 18.30 до 20.45 минут Проведите незабываемый вечер На льду вместе с друзьями и детьми Международный регион Это диалог И ответ Это ведущие специалисты Из 35 стран Это площадка И сегодня обсуждают Преобразование 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 Продолжение следует...